От происшествия только свежий лед, вот это пятно напоминает о небольшом, так скажем, инциденте. Небольшой, но довольно неприятный инцидент произошел на театральном катке в минувшие выходные. В центре ледяной площадки образовалась лужа из хладагента. По словам специалиста дирекции парков Константина Рубанского, устранили течь быстро, не закрывая каток. Всегда на таких вот объектах есть, грубо говоря, скорая медицинская помощь, да, секретный чемоданчик. Собственно, вырезали, замотали, залатали, устранили, хладореагент далили. Если бы это так быстро не увидели, не дай бог это бы случилось ночью, соответственно, залив был бы гораздо обширней. Как оказалось, лед пробил опытный фигурист. На катке он начал выполнять трюки, вопреки правилам, которые запрещают демонстрировать профессиональные элементы на льду, в том числе вращения и прыжки. Позже один из ребят связался с администрацией катка, извинился за повреждение льда и объяснил причины. Мой друг занимается фигурным катанием и ему свойственно выполнять трюки. Когда он начал выполнять прыжки о винт, в конце концов он удачно приземлился, отчего задняя часть конька пробила лед. В дирекции парков напомнили о правилах поведения на театральном катке. На катке не рекомендуется, да, это выполнять сложные элементы на коньках, да, которые, собственно, фигурные особенно. На них есть зазубрины, которые сверлят каток, а именно здесь был один из таких элементов, как, не знаю, штопор, то лупа выполнялся. Театральный каток работает благодаря системе айсматов. На бетонную поверхность уложена сеть из резиновых трубок, по которым циркулирует хладагент. Благодаря этой системе лед не тает при плюсовых температурах, так что каток в Химках будет работать до середины марта.